Мне очень приятно присутствовать на конференции. Сначала задача для меня была не из ординарных, но прежде всего, потому что у нас несколько другая специфика. И всё-таки для хирурга очень важно знать, чем отличается подход предоперационной, послеоперационной терапии с использованием нового подхода иммунотерапии. Если мы говорим, вообще каждый хирург задаёт себе вопрос и желает улучшить результаты хирургического лечения, результаты лечения рака лёгкого. Если мы говорим о местно распространённом раке лёгкого, то по первичной профилактике и ранней диагностике понятно, речь сейчас не идёт. Мы как хирурги, постоянно совершенствуем свою хирургическую технику, увеличивая объёмы медицинальной лимдисекции с правостороннего и левостороннего доступа, выполняя билатеральную лимдисекцию. Так что видно из левостороннего доступа вену Азигас и выполняется медицинальная лимдисекция. Мы выполняем комбинированные резекции. И каждая практически пятая операция при раке лёгкого у нас выполнена с резекцией комбинированных структур. Это и сосудисто-предсердные резекции, протезирование аорты, реконструкция на лёгочной артерии, выполняются брокопластические резекции, резекции трахеи. Но, к сожалению, результаты нашей экспансии в хирургии не сопряжены с увеличением пятилетней выживаемости как основного мерила в онкологической практике. За последние 50 лет не изменились результаты, хотя подходы в увеличении объёма медицинальной лимдисекции, увеличение количества и позволительно с разрешения анестезиологов на нынешнем этапе развития анестезиологической помощи позволяют нам выполнять различные комбинированные резекции. Но результаты, к сожалению, мало изменились. Следующий подход — это комбинация хирургического метода с предоперационной и предоперационной терапией. И здесь после 1994 года впервые РУД опубликовал неодевантный подход целая серия рандомизированных исследований, которые потом сведены были в метаанализы по годам. В 2014 году преимущество неодевантной химиотерапии зафиксировано с преимуществами практически чуть ли не в 13%. И у нас есть собственный опыт использования анестезиологической химиотерапии в институте при раке третьей А, третьей Б стадии, где мы показали увеличение действительно и общей безрецидивной выживаемости, порядка 7% — пятилетняя общая выживаемость преимущества после неодевантного подхода. И здесь хочется сказать, что это последний анализ, один из последних анализов, что как влияет использование неодевантной химиотерапии на послеоперационную летальность и послеоперационные осложнения, не влияет. Не влияет, но преимущество, последний метаанализ, который в 2017 году, использование цисплатин базовой неодевантной химиотерапии, это преимущество всего лишь при неодевантном его использовании, преимущество в общей выживаемости, и то статистически недостоверно — 7,7% пятилетней выживаемости. При этом отмечено, что эффект от химиотерапии, но выживаемость у пациентов сопряжена с выраженностью ответа на неодевантную химиотерапию. Вот из 492 пациентов с первой и второй стадией всего полных регрессов, я просто хочу сакцентировать эту цифру, 8% полных регрессов, и пятилетняя выживаемость у тех, у кого был полный регресс, 80% пятилетняя выживаемость, первая и вторая стадия, по сравнению с 56, у кого не было полного регресса опухоли. То есть это как раз-таки говорит о том, что основная цель — это всё-таки получение хорошего ответа на проводимую химиотерапию. Раньше мы классифицировали, стадировали ответ в зависимости от уменьшения размера, и в 2012 году было опубликовано, что использование только изменения по большому патологическому ответу, который до 90% опухолевых клеток, которые к моменту операции переходят в фиброз, и всего лишь до 10% сопряжено с очень хорошей выживаемостью. Отсюда появился результат большой патологический ответ — 90%. 90% патоморфологического ответа. Адювантная химиотерапия показала преимущество всего 5,3% пятилетней выживаемости. Какую лучше проводить, предоперационную или послеоперационную химиотерапию? Ответ тоже дан. Нет никаких преимуществ. Предоперационного воздействия по сравнению с послеоперационной терапией. В 2017 году мы встретились с такой ситуацией, когда это ещё было не у нас в стране, когда пациенты начали получать химиотерапию, и на фоне химио-иммунотерапии они получили контроль над опухолью. Контроль над опухолью, который через некоторое время начал по нашим компьютерно-томографическим данным, скажем, идти в сторону прогрессии. В сторону прогрессии, когда с инвазией верхней полой вены и пациенту выполнена бронхопластическая верхняя лобэктомия с протезированием верхней полой вены. И каково же наше было удивление, когда субтотально некротизированная опухоль была представлена в гистологическом материале. То есть то увеличение по компьютерной томографии, которое видели и регистрировалось, это было не за счёт опухолевого разрастания, а за счёт инфильтрации лимфоцитами. И этот пациент прожил полтора года после нашей операции. Если смотреть всю историю развития неодювантной химиотерапии при раке лёгкого, то как раз таки к 2017 году появилось первое исследование о неодювантной иммунотерапии. Это исследование, которое включало всего 22 пациента, два цикла неволумаба. И прооперировано из этих 22 всего 20. Один эксплоратив, один оказался в мелкоклеточный рак лёгкого. По поводу первой, третьей, астадии. Но вот на что обращают внимание большой процент послеоперационных осложнений, 30% аритмии. Больше половины операций, которые начаты в АЦ или роботические, то есть торакоскопически начатые операции, перешли в конвертированную, в открытую торакотомию, потому что хирурги встретились с выраженным фиброзным процессом и воспалительной реакцией после проведённой иммунотерапии. При этом, например, получив 46%, получив 45% большой патологический регресс, мы видим на компьютерной томограмме, что несмотря на увеличение размеров, это то, что и мы встретились, несмотря на увеличение размеров образования, 90% опухолевых клеток были некротизированы. И только живых опухолевых клеток всего 10%. Это большой патологический регресс. Теперь, смотрите, большой патологический регресс 45%. Это сногсшибательно. Никакая химиотерапия до этого не позволяла видеть практически большого регресса больше 90%, 45%. Следующее исследование уже выполнено польскими исследователями, 101%, прооперировано, правда, 77%. И в монотерапии отезлезумаб и полных регрессов всего 5,2%. Если говорить сначала о иммунотерапии в нодивантном режиме, сначала начиналось с монотерапии, и вот после исследования испанского, выполнено на ДИМ, в который включен 46 пациентов, получили большого патологического регресса 85,4%. 71% полный регресс, 71%. 25% из 41% прооперированных имели полное отсутствие опухолевой ткани. Комбинация неволумаба с эсплатином, с поклитокселом. Следующее исследование, которое с эталезумабом над поклитокселом, показало практически 21% полных регрессов и большого патологического ответа, 90%, то есть патоморфологического регресса, 50%. И что интересно, мне хочется сказать, это следующее исследование второй фазы, 26 пациентов было включено, что свыше 90% никогда не видели таких патоморфологических регрессов. Но следующее, так скажем, ну это не гребенка, а соотношение по каждому пациенту, насколько же уменьшилась рентгенологически опухоль. А опухоль, оказывается, что не уменьшилась, она не в полную меру, а частичный регресс на 46%, на 34%, на 37%, на 52%. Самое большое уменьшение размеров опухоли на 52%. И здесь вот это тоже очень интересное обстоятельство. При уменьшении, при неполном, скажем так, исчезновении рентгенологическом имеется полный патоморфологический регресс опухоли. Это связано с хорошей, скажем так, с удовлетворительностью, с преимуществом выживаемости и не сопряжено с хирургическими осложнениями интероперационными. Из 26 пациентов всего одна летальность, 3-4, вполне приемлемая для таракальной хирургии. И отсутствие значимых послеоперационных осложнений. Следующее направление, которое сейчас, к сожалению, ни одно из исследований в третьей фазе, которые начаты в неодевантном режиме, с использованием иммунотерапии, не закончено и нет даже предварительных данных. Поэтому, но здесь комбинация, все они в комбинации с химиотерапией. Это и отлизумаб, и неволумаб, и пеморализумаб, и дурволумаб, все представлены в настоящих исследованиях третьей фазы. Что мы получили в результате визуализации? Какие проблемы? Центральный рак Т2Н2, химия иммунотерапия, уменьшение опухоли с 32 до 20 на 14 после четырех циклов химии иммунотерапии. После выполнения химии иммунотерапии брохопластическая верхняя лобэктомия. Гистологическое заключение – полная резорция опухоли, самой первичной опухоли нет, и Н2-статус в одном из лимфоузлов бифуркационной группы найдены опухолевые клетки. Через год после операции у пациента рецидив в области корня легкого. Выполнена завершающая пневмонектомия с первичной миопластикой с R0-резекцией. Это тоже к вопросу, какой объем выполнять, когда опухоль отступает. Это давний вопрос, вопрос, который нам, скажем так, еще нет ответа и после цисплотин базовой на адювантной химиотерапии. Следующий подход – адювантная терапия, адювантная пассивная иммунотерапия, когда использовались дендритные клетки и получились преимущества по сравнению с просто хирургическим лечеем, с химиотерапией, с использованием дендритных клеток, преимущества в 6 месяцев в безрецидивной выживаемости. И получается, что следующий подход, когда произведено использование вакцин меланомо-ассоциированной антигены, это МЭИЧ-А3, и отсутствие результатов от… В смысле, в результате, хочу поправиться, что отсутствие различий в результате использования вакцины МЭИЧ-А3 у больных в послеоперационном периоде показало, что закончилось исследование в 2006 году, которое в 2013 году оно инициировано. Следующий подход – это те, которые также, к сожалению, сейчас нет данных по третьей фазе адювантной терапии. Здесь весь перечень, имеющийся на рынке, сегодня использован в самостоятельном режиме, либо с химиотерапией. Мы с терпением ожидаем этих результатов. Конечно, когда у больного рак лёгкого Т4Н1 и имеется эффект от химио-иммунотерапии, который позволяет нам выполнить бронхоангиопластическую лобоктомию, бронхоангиопластическую с формированием межбанхиальных и сосудистого анастомоза, и через 8 месяцев мы видим, что у пациента нет никаких, скажем так, признаков за прогрессированием, при этом полный патоморфологический регресс. Мы, конечно же, очень рады. Тем не менее, вопросы к адювантной и адювантной иммунотерапии у хирургов остаются. Это выбор схемы иммунотерапии или химио-иммунотерапии, трудности в оценке эффекта от химио-иммунотерапии. Дело в чём, что при увеличении опухоли по стандартам таракальной хирургии считается, что при увеличении это прогрессия и отказ вообще от операции, но мы видим, что иногда даже увеличение не связано при поста-иммунотерапии, не связано с прогрессированием опухолевого процесса. Какой объём лёгочной резекции выполнять? Тот, который был до начала химио-иммунотерапии, то есть пневмонэктомию, либо когда опухоль уменьшилась, и мы можем выполнять органосохранные операции. И отсутствие достоверных маркёров назначения иммунотерапии. Вот в Надим не был связан, не был большой патологический регресс, не был связан с CDL негативными или положительными образцами. И например, в Неостар выявил PDL как прогностический критерий назначения. 159-я Checkmate имели более высокий tumor mutation body, это нагрузка мутационная. А в исследовании LCMC-3 не выявил данную закономерность. То есть у нас нет критерия назначения или не назначения иммунотерапии. Это то, над чем ещё нам работать. Тем не менее, иммунотерапия может достичь эффективной патологической ремиссии, может продлить время выживания пациента и повысить эффективность и безопасность лечения рака лёгкого. В этом хирурги уверены и ждём подтверждения нашей уверенности. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.